Работы по строительству канала в районе Сычавки начались в прошлом году. Проект долго согласовывали, меняли, заново утверждали, а еще несколько лет до того он пылился в ожидании рассмотрения. Компания, которая взялась за спасение Телегульского лимана, подробно изучала, как это работает в странах Европы. В Украине за строительство канала длиной более 3 километров и шириной 30 метров еще не брались. Данная технология была разработана в Нидерландах, в Германии. Нельзя сказать, кто первый из них это сделал, можно сказать одновременно. Все каналы современные, которые похожи в Нидерландах и в Германии, делаются по такой же технологии. Материалы, которые используются, а это новый материал, я говорю конкретно про ПВХ, поливинилхолорит, шпунт. То есть до этого, скажем так, 5-6 лет он только используется. И вот в Украине он использовался для укрепления мелких водоемов, это разнообразных прудов. Морская часть самая сложная, уже почти готова. До конца года водой начнут заполнять небольшие озера, которые за последние пару лет успели высохнуть. Раньше сюда прилетали птицы, чтобы развивать потомство. Сухая земля никого не привлекает. В планах на ближайшие пару месяцев у реализаторов этого масштабного проекта заполнить Телегульскую пересыпь по уже имеющемуся руслу морской водой. У нас сейчас катастрофическая ситуация в Телегульской пересыпи. А параллельно будем продолжать работы по каналу. Как здесь видно, полностью будет укрепляться канал шпунтом по всей длине 3,5 километра, для того, чтобы не размывались берега. И мы надеемся, что сами работы мы закончим к концу следующего года. По всей длине канала. Сам лиман уже на полтора метра ниже уровня моря. То есть здесь главное, чтобы вода прошла через морскую часть. И дальше она уже пойдет самотеком в лиман. Она впитываться никуда не будет. Она как раз наоборот подпадет поток. Мы даже поначалу будем аккуратно запускать воду, для того, чтобы не было гидроудара. Причин пересыхания Телегульского лимана несколько, но главное – человеческий фактор. Мелкие фермеры продолжают распахивать русла рек, наполняющих телегул. Водоем остается практически без подпитки. В соленом мелководье не водится рыба, не выживает. Мир гидробионтов в самом лимане, он, конечно, меняется. Почему? Потому что, если учитывать тот фактор, что 15 лет назад Телегульский лиман был наполовину пресный. Там, соответственно, была пресноводная рыба, как и пресноводная, так и морская. Сейчас, учитывая то, что соленость в Телегульском лимане уже в два раза выше, чем в море, соответственно, состав гидробионтов очень сильно поменялся. И рыба практически не выживает. После 40 промилле уже ничего живого не живет. Стоя на этом месте, удобно оценить, насколько уменьшился за последнее время в объеме Телегульский лиман. Только за последний год вода отступила от берега на 15 метров. Работы ведутся подрядчикам посменно с минимальными перерывами. Причем летом было больше остановок, чем зимой. Из-за отдыхающих экскаватор по соображениям безопасности прекращал работать. Зимой взять паузу вынуждал шторм. Во время сильных ветров на берегу моря рабочие перемещаются по маршруту канала и готовят сооружение со стороны лимана. В этой части канала он расчищался для того, чтобы выйти на размеры ширины канала, для того, чтобы было впоследствии удобнее забивать шпунт, в соответствии с размерами по проекту. Когда были шторма на морской части, неблагоприятные погодные условия работали в этой части. Специалисты не видят особых преград, которые могли бы помешать строительству. Уже в конце следующего года вода в лимане начнет повышаться. Но есть небольшая оговорка. Проект дорогостоящий, материалы высокого качества и уже все закуплены. Правда, за свой счет. Я вижу, что в этом проекте нет попытки сэкономить на материалах. Нет попытки сэкономить на разнообразных, допустим, видах работ. То есть, да, бывает, на разных проектах ставят условия, когда нам бюджеты до такой степени урезают, что необходимо что-то искать. В этом проекте все материалы, которые заложены в проекте, они им соответствуют. Поэтому здесь нет такого, что где-то там заложено одно, сделано другое. Все можно сверить, все сделано так, как согласно проекту. Область свои обязательства выполнила. Проект спасения Телегула профинансирован. В октябре должны прийти деньги из госбюджета, поскольку восстановление естественной среды в лимане – проблема ни одного региона. На данный момент мы полностью профинансировали в этом бюджетном году из областного бюджета строительство, а это можно назвать строительством уже нового канала. И к началу октября ждем поступления из государственного бюджета, потому что этот проект работает в рамках софинансирования. Мы ожидаем из государственного бюджета более 13 миллионов гривен.